Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши ежедневные выпуски. Присаживайтесь поудобнее, приятного аппетита для тех, кто завтракает, там, обедает, ужинает. Или просто отдыхает. Мы начинаем эту серийку. Ставьте лайк авансом, погнали! Я сейчас приехал, как обычно, в свой гараж. Я понимаю, что гараж уже просто наполнился запчастями, мне срочно надо расширяться. Я сейчас реально серьезно думал о том, что, блин, слишком мало мне места в моем гараже, потому что я делал вот эту панельку, которая будет с кнопками, которая будет с замыкателем массы, именно под торпедой. И, короче, я понял, что мне нужен стол, мне нужно место, пространство. Сейчас сюда еще переместился велик, который хранился у тещи на балконе. Ксюшин велик я ей очень давно дарил на Новый год. Это электро. Кто знает, тут поймет прикольный байк, но, к сожалению, мы даже на нем практически и не катались. Потому что у меня велика нету, да и как бы негде их хранить на самом деле. Так вот, я сейчас понимаю, что тут просто одно на другом, обвесы, стеллажи, вот эти все запчасти. И мне даже негде заняться своими делами. По-хорошему стоял бы какой-нибудь небольшой верстак, ну, типа стол. Я бы на нем все делал. В итоге, как обычно, все это делал на коленках, как и стойки там перебирал и так далее. Сделал вот такой вот короб, сейчас я его покажу. Вот так он получился. Очень круто, мне нравится, как вышло. То есть вот, вот здесь надо еще спилить, будто торпеды. Ну, короче, вот так это будет смотреться. И он будет закрывать еще вот эту часть туннеля с двух сторон. Так как за этим коробом будет много проводки, она будет идти от кнопок, от размыкателя массы. И тогда бы эта проводка была отсюда вся видна. Так она будет закрыта вот этим коробом. В принципе, делал его в течение часа, наверное. Просто, чтобы было это все аккуратно. Внутри использовал алюминиевые уголки. Обрезал, разметил и все на нержавеющие болтики. На тот самый набор нержавеющих болтов, которые когда-то давно заказывал с Алика. Вот этот набор, по-моему, он стоил там тысячу с чем-то рублей. Я очень часто им пользуюсь, если что-то надо декоративно закрепить. Самое то. Так вот, здесь образовались, получается, 8 болтов. Короче, смотрится по гоночному, как обычно, меня полностью устраивает. Такая хендмейт штука. Но работать, что-то делать в гараже просто невозможно. Уж слишком я зарос запчастями. Еще сегодня забрал посылку, можно сказать, долгожданную. Получается, полтора месяца назад мы заказывали ее на Лавра. Да, сроки были месяц, но там ребята что-то в Москве не успели. Поэтому сделали только сейчас, полтора месяца. Ну, вообще, готовилась к первому этапу, да, к 15 мая. Но к 15 мая мы не собрали Лавра. И поэтому, в принципе, я уже там шухерить, паниковать не стал. Сказал уж, ладно, доделайте, так доделайте. Вот сейчас мы все еще пытаемся успеть на Дрифт Экспо. Сейчас посылка пришла, сейчас покажу, что там. Такая мега-коробка. Кто-то уже узнал, наверное, вот эти этикетки. Ух, очень крутой ништяк. Вот это жир! Вот это да! Вот это изделие! Зацените мою улыбу! Блин, оно того точно стоит! Очень красиво! Это выпускной коллектор на первый GZ VVTi на моего Лавра. Да, мы будем ставить туда турбину с верхним расположением. И, соответственно, я сразу захотел себе купить хороший, качественный коллектор. Кастомный. Не китайский с EGS, хотя они тоже неплохо работают. Просто купить вот такую вещь, которая, в принципе, пойдет, если что, на другой мотор. Короче, она всегда пригодится, и это как бы не расходник. Поэтому принял решение сделать качественный коллектор. Он обошелся мне в 65 тысяч рублей. Но, мне кажется, это того стоит. Делали его Level Performance. Это очень крутая контора из Москвы. Вот, видите? Шильдик Level. Здесь шильдик Level. Они там занимаются ламбо, ферми. И мне коллектор сделали. Короче, реально круто. Ну, они всем делают коллектора, если надо. В общем, вот так выглядит коллектор. На турбину у нас Тиаловский фланец. Так он выглядит. И отвод под один гейт. Так, заглянем вовнутрь. Что там, как? Уверен, что он сварен по всем технологиям. Зацените швы. Вот такие тут шовчики. Вот сейчас все рассмотрим вместе с вами. Все швы. Я уверен, что вот эта плоскость должна быть идеальная. Ну, по-любому. Конечно, мы все проверим. Но я уверен, что здесь качество на высшем уровне. Ну, и смотрится он реально круто. Блин, реально мощно смотрится. Швы просто бомбезные. Короче, покупкой я очень доволен. Да, немного не попали в сроки. Но, в принципе, я не очень огорчен. Потому что так и так лавры еще не собрали. Level performance powered by ShedSkills. Впускной коллектор. Кто-то скажет дорого. Но на самом деле за такой выпускной коллектор на как бы 6 горшков. Ну, это получается там 11 тысяч за горшок. Плюс-минус. Очень даже хорошая цена. Ну, я считаю, это адекватная цена. За такой кастомный коллектор. Стенка трубы, я если честно не помню. Ну, вроде 2 миллиметра. Вроде. Или 3. Конечно, когда, можно сказать, с нуля собираешь тачку. Ну, практически с нуля. Или там строишь. В этом есть свой кайф. Именно вот то, что деталька за деталью. Не знаю, там какая-нибудь мелочь за мелочью. В итоге из этого строится весь автомобиль, на котором ты потом поедешь. Который ты будешь тестить. Потом поедешь на нем в соревнования. Сейчас вот на стадии всего этого процесса. Объединение очень многих людей. Кто помогает в постройке. Кто делает. Возьмем, например, Custom Carcass. Покраску, оклейку, дизайн. Техническую часть. Короче, много всего. Вот эти все запчасти, которые идут с разных городов. Блин, реально круто. Да, ты сейчас не катаешься на этой машине. Да, ты не успеваешь уже, можно сказать, на второй ивент, на который ты хотел выбраться. Но у тебя все равно стоит цель. И ты как бы потихонечку делаешь. Но есть такая тема, что как только ты забиваешь, забываешь на какой-то период времени что-то делать в машине. Она превращается в долгострой. Ты можешь это откладывать, откладывать. И в итоге она может так простоять там полгода, год и так далее. Поэтому в этом деле, если взялся, если позволяют как бы финансы и возможности, то надо не забывать и каждый день что-то потихонечку делать. Новости по переезду Димы. Он сказал, что еще не поставили ему подъемники, поэтому он не может пока принять лавру, к сожалению. Я, конечно же, очень жду. Сейчас машина еще в 125 стайл. Стоит там в отдельном гараже. Разрешили мне, ребята, там немного перекантоваться. Потому что лавру сейчас некуда поставить. На улице дожди нальют. И как бы гаража, в который месяца машины нету своего. Поэтому сейчас лавру даже некуда везти. Также Миша, дизайнер из Трелл Хэда, практически доделал винил. Сейчас еще обговариваем, так сказать, моменты с некоторыми спонсорами. Будут они, не будут. Дадут они финансов и какой-то помощи на сезон. Поэтому сейчас еще это немного в подвешенном состоянии. Но винил практически готов. И как только он будет готов, все равно все спонсорские наклейки, они клеятся сверху. Короче, как только будет готов винил, ВМ Стайл готова меня принять. И, в принципе, машина может поехать туда и пока клеится. Давно я не видел этот велик. Этот байк, можно сказать так. На самом деле он реально крутой. Ксюше он очень понравился. Я дарил его очень давно. Еще, по-моему, в 2014 году. На Новый год. Звоночек. Такой руль тут, да? Чисто Раста-байк. Такой едешь, себе не напрягаешься. Цвет очень красивый. Электро умеет, конечно, делать велики. Наверное, у них сейчас куча новых моделей, потому что я с 2014 года уже не слежу. Но на велики практически мы не катались. Я надеюсь, что в будущем, когда у меня будет что-то загородное, да, свое, обязательно переместим туда велик. Я себе куплю велик и будем кататься. Или в городе где-нибудь можно тоже покататься. А еще очень круто, когда в машину делаешь какие-то прям кастомные изделия своими руками. Типа торпеду, типа вот таких всяких штук. Это все делает ваш автомобиль особенным. Вот это стиль. Бодрый Фольц. Приехали в Бус Моторс. Сегодня выходной, но парни в боксе. Кроме Гоша, он сейчас приболел. Пожелаем ему, конечно же, здоровья. Пархоз занимается марком. Боюет со сцепой. Слышите, завелась. Это завелся Мазда мотор у Сереги. Серега тоже занимается тачкой, чтобы успеть в Дрифт Экспо. Наша самая главная задача. До Дрифт Экспо осталась ровно неделя, получается. Автовозы, по-моему, выезжают в четверг. Надо успевать. Базда мотор поехал. Кайф, кайф. Да, неплохо едет вообще. Хороший звук. Владимир тут подсоединился. Пархован из окна торчит. Чай пьет. Просто ты ожидаешь от того, что у тебя здесь получается пустота дойдет? Нет, у меня все прижатки. Максимальных вилки. То есть вот это нажимает? Да. Ну, так сказать, с ритмом что-то. Неубиваемый новый. Ну, вот так вот. Я не знаю, чувак. Стали конца пробраны. Ты мне так говоришь, как... Да, Серегина Бэха, конечно, смотрится очень круто. Реально. Не знаю, что в ее внешнем виде. Такого необычного. Вроде как бы обычная тридцатка. Но она реально смотрится очень агрессивно. Из-за... Возможно, из-за вот этих фондеров. Очень больших. Из-за развала переднего, да. Который сразу говорит о том, что тачка дрифтовая. Возможно, из-за решетки вместе с вот этими фальш-фонарями Хэлла. Закрывашками. Ну, короче, мне очень нравится, как она внешне выглядит. Ну, и самое крутое, то, что она на супер нестандартном двигателе. Посмотрим, конечно, как он будет работать в этом сезоне. Кто забыл, прошлый сезон Мазда мотор окончился тем, что лопнул коленвал на две части. То есть не выдержал, что-то там не сдюжило. Это было на ивенте Дрифт Мацури. Серега прошел к Валу и не смог поехать в ТОП-32, к сожалению. Ну, вот есть такая тема в нестандартных свапах. Супер нестандартных свапах. Потому что вроде больше никто особо не дрифтит на Мазда моторе. Не особо, а никто не дрифтит на Мазда моторе. Серега рассказывал, что есть один Мазда мотор. Тоже, по-моему, в BMW. Но он строится для драга. Тоже он там развернут. Ну, короче, такой эксклюзивный проект. И, конечно, такие эксклюзивные машины требуют времени. Очень много времени, чтобы все заработало, чтобы все работало правильно. Тем более тут мотор полностью кастомно собран. Ну, все подробности уже посмотрите, конечно, у бусмотрсов во влоге. Серега там все рассказывает. Но там и поршни кастомные, и, по-моему, по голове что-то там кастомное. И колено. Короче, там полный кастом. Насчет, кстати, нестандартных свапов. У сайдмастерсов вышел очень крутой ролик, где они в Ягуар, станцовый, супернизкий Ягуар, засунули сыр. Я буквально позавчера его смотрел, или вчера. Супер реально нестандартный проект. Причем они это сделали за одну серию, я так понимаю, в неделю. Они засунули SR20D, причем какой-то мощный, на 400 там с чем-то сил. Высунули стандартный мотор из Ягуара, засунули туда сыр. Подключили это все там, присоединили, сделали проводку. И поехали на нем стритовать. Прикиньте. На низком Ягуаре, который на стенсухе. Этот проект они готовят специально для Дрифт-Экспо. На Дрифт-Экспо они туда приедут. Вы можете его посмотреть вживую. Я его посмотрю вживую, может быть, даже прокатят меня, может быть, за тещу даже, если получится, если будет такая возможность. Было бы круто, я бы очень хотел посмотреть на такой столь нестандартный свап и на такой столь нестандартный Дрифт-проект. Насколько я знаю, там и по подвеске что-то доработано. Но это не точно, надо посмотреть еще раз ролик, посмотреть, что они сделали с подвеской. Но, как минимум, там стоит сыр, и они поехали реально в стрит. Кому интересно, переходите на ролик сайдмастерсов. Конечно же, большой им респект за то, что делают движуху. Недавно снимал их Sky. Sky, кстати, уже на РДСе в Нижнем Новгороде. С ним все в порядке. Мне кажется, это крайне нестандартный свап, а именно платформа. Да, ладно, мы привыкли все к BMW, к Nissan, к Toyota в Дрифте. Volvo иногда появляются. Но чтобы Ягуар был для Дрифта на сыре, это, конечно, очень круто. Ссылка на их ролик будет в описании. Кому интересно, переходите, обязательно передавайте привет от Сереги Стилова. И подписывайтесь на их канал, потому что я лично подписан, и у них движуха все наращивается, и контент реально интересный, прикольный. У меня второй день в гараже. Сегодня мы вместе с Владом... Влад, привет. Привет. ...заинсталлировали второй стеллаж. Несколько минут назад вы видели, какой я был недовольный, что здесь нет места. Сегодня мы вдвоем тут неплохо постарались, и места стало намного больше. Второй стеллаж на месте. Видите, здесь все разгребли, аккуратно тут теперь сложен весь обвесы, все сложены. И во второй гараж унесли бампера, которые здесь висели. Сейчас здесь можно реально пройти, это мы еще приберем, что на полу. Также я тут привез с балкона тещи свои кубки, которые я, оказывается, потерял. Ну, не потерял, они там просто хранились в коробке. Я даже о них забыл. Помимо всех тех, есть еще вот такие. Третье место в личном зачете Дрифт Мацури по итогу сезона. Не помню какого, наверное, 19-го года. Потом Дрифт Мацури СПБ, третье место. Командный зачет, это когда я один был в своей команде и брал еще командные места. Тоже третье место в командном зачете. Тоже был один, без всех. Дрифт Мацури СПБ, второе место. Такой кубок. И Дрифт Мацури СПБ, третье место. Это уже в личном зачете. И еще есть вот такой кубок с Годзиллой. Если честно, я уже не помню, откуда я его привез. Также тут есть арт. Повесим сейчас все в гараже. И грамота. Это мы снимали с День Ангела по пятому каналу. Такие вот вещи. Смотрите, сколько кубков добавилось. В принципе, нужна уже отдельная полка. Но мне просто жалко целую полку использовать под такое количество кубков. Поэтому они пойдут туда куда-то. Скоро кубков будет еще больше. Отвечаю. Целый стеллаж. Они будут не помещаться, значит, все в кубках. Надо к этому стремиться обязательно. Ну и так, в принципе, за, можно сказать, мою стритовую карьеру, столько кубков и все за Дрифт. Это очень даже не кисло. Реально не кисло. Ну что, ребята, всем кипит стрит, как говорится. Едем по стриту. Все порядок. На самом деле, тут Ксюшин велик подлатали, он гоняет. Можно теперь в город выезжать, так сказать. Руль прикольный. Корзиночка тут за продуктами. Че как. Готово. Вот это другое дело. Скажите. Не то, что в начале серии было. Даже можно спокойно ходить. Все разложено. Даже еще места есть лишние. Надо решить, будет, что с печкой делать от Лавра. Я там где-то ищу печка от Сливы. В общем, так вот будет посвободней. Отлично. Все поместилось. А то я уже думал, это настоящий провал. А еще многие запчасти скоро пойдут в Лавра. Например, бак. Там это стекло, торпеда, ковш. Ну, короче, много тут что для Лавра. Вот там вот целая полка от Лавра. Вот этот пакет от Лавра полностью. Еще подразгребется. И здесь, конечно, много пластика на просливу, который ждет просто своего часа. Ребят, на этом наш ролик подходит к концу. Ну, огромное спасибо всем тем, кто поддержал его лайком, хорошим комментарием. И с вами был Серега Стилов. Стройте тачки и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok